Так выглядит предварительная стерилизация крана перед отбором воды из распределительных сетей. Еще одно обязательное условие – воду спускают не менее 10 минут при полностью открытом вентиле. В дальнейшем проба отправится в лабораторию для исследования на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели. На настоящий момент проводится отбор питьевой воды специалистами ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Ульяновской области в летнем оздоровительном учреждении при Центре детского творчества номер 5 города Ульяновска. Мониторинг воды систем централизованного водоснабжения в регионе осуществляется в 315 контрольных точках. Безопасность H2O Роспотребнадзор проверяет сразу на нескольких этапах. В источнике, на водоподготовке, в накопительных резервуарах и в разводящей сети. А вот качество определяет по совокупности показателей. Все та же безопасность, в том числе радиационная, безвредность по химическому составу и, наконец, благоприятные органолептические свойства, проще запах и вкус. По результатам лабораторных исследований из распределительной сети за первое полугодие 2024 года установлен удельный вес отклонений по микробиологическим показателям, который составляет 0,8%. За первое полугодие 2023 года данный показатель составлял 2%. По Российской Федерации данный показатель составляет 2,3%. Сегодня в регионе создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды. Сюда лабораторные центры Роспотребнадзора вносят результаты исследований. Сейчас их порядка 76 тысяч. Благодаря такой карте каждый житель нашей страны сможет узнать, насколько безопасна питьевая вода, которую он набирает в стакан из-под крана. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73.